Да, отечественный бренд Винго хорошо знаком подписчикам канала Gesset.com. Но вот воздушный процессорный охладитель от данного производителя у нас впервые. Башенный кулер Винго CL3008B обойдется в менее чем 35 долларов или 1000 гривен, так что по карману сильно не ударит. К тому же, по современным меркам он имеет средние размеры, поэтому влезет в большинство распространенных middle tower корпусов. А если что-то в нем не понравится, не проблема, ведь в арсенале Винго найдутся еще 7 решений с аналогичным предназначением, но несколько другой конструкцией. Система охлаждения поставляется в весьма информативной картонной коробке. Внутри нее мы нашли металлическую универсальную усилительную пластину, наборы креплений для платформ AMD и Intel, шпильки, стойки, шайбы, подпружиненные гайки, ключик, а также шприц с термопастой и пользовательскую документацию. Винго CL3008B – это кулер башенного типа, состоящий из алюминиевого радиатора на медных тепловых трубках и одного вентилятора. Став лайк, если тебе нравится верхняя декоративная крышка, полностью черный окрас и неординарная вертушка. Башня базируется на 5 тепловых трубках диаметром 6 мм. На них нанизано 40 алюминиевых пластин. Форма последних оптимизирована для снижения сопротивления воздушного потока и повышения эффективности работы, причем даже на небольшой скорости вентилятора. Также с торцов есть специальные отгибы, которые скрепляют ребра между собой, придавая изделию прочность и монолитность. В теле радиатора трубки имеют небольшой скос для более равномерного теплообмена. Подобное мы уже видели на примере PC Cooler S129X4. Основание выполнено по технологии прямого контакта. Она удешевляет производство, но между тепловыми трубками появились миллиметровые зазоры, заполненные алюминием. Зато тест линейкой и качество обработки поверхности не вызывают нареканий, все в пределах нормы. Крепление к платформам представлено в виде двух комплектов стальных направляющих, которые располагаются по сторонам прижимной пластины. 120-мм вентилятор крепится к радиатору привычными проволочными скобами. Симметричная конструкция позволяет установить еще один, но необходимые компоненты для этого придется докупать самому. Вертушка имеет оптимизированную форму внутренней части лопастей и мягкую подсветку синего цвета. По углам рамки имеют антивибрационные вставки. Заявлена поддержка шим-регулировки скорости вращения в диапазоне от 800 до 1500 оборотов в минуту. Хотя в реальности вентилятор раскручивался и до 2000. Производитель заявляет об использовании надежного гидравлического подшипника, который сам себя смазывает в процессе работы. Благодаря универсальному креплению Vingo CL3008B устанавливается на большинство актуальных и устаревших платформ. На материнских платах под массовые процессоры Intel используется комплектная усилительная пластина с липкой двухсторонней прокладкой. В диагональные отверстия устанавливаем шпильки и также не забываем о диэлектрических шайбах. Теперь монтируем полученную конструкцию на материнскую плату. С лицевой стороны снова используем шайбы и накручиваем стойки. Дальше устанавливаем нужные металлические пластины и направляющие по бокам основания, фиксируя каждую короткими винтами. Наносим термопасту, ставим кулер на процессор, не забывая предварительно снять защитную пленку и равномерно затягиваем подпружиненные гайки вместе с остальными шайбами. Далее закрепляем вентилятор и подключаем его к соответствующему разъему на материнской плате. Вот и всё. К счастью любителей разгона, смонтированный охладитель не конфликтует с охлаждением VRM и первым DIMM слотом. В случае с платформами AMD имеем похожий алгоритм. Придётся лишь перевернуть усилительную пластину и использовать другие крепёжные отверстия. И ещё одно. После установки первый DIMM слот будет частично перекрыт для высоких модулей. Зато с планками стандартной высоты проблем не будет. Внутри системного блока охладитель выглядит интересно, так что даже не думая прятать его за сплошной боковой стенкой. Производительности Vingo CL3008B достаточно для отвода тепла от разогнанных до 4-4,5 ГГц многоядерных стендовых процессоров. Чтобы не допустить троттлинга, ему хватило почти половины частоты вращения штатной вертушки. Следовательно, новинка без проблем справится с энергоэффективными современными CPU. Что касается сравнения с конкурентами, то имеем схожие результаты с кулером Deepcool Gamax GT. А вот R2 в Performa 9X выглядит лучше. Возможно, ситуацию для CL3008B смогла бы улучшить теплораспределительная пластина на основании или полное отсутствие зазоров между трубками. А также более равномерное их распределение в теле радиатора. Напомним, что режим полной загрузки Full Load предполагает максимальное использование всех ядер процессора. Поэтому в реальных условиях, где нагрузка имеет переменный характер, например, в играх, можно смело рассчитывать на более низкие температурные показатели. По данным мониторинга, комплектный вентилятор работает в диапазоне от 1100 до 2000 оборотов в минуту. И при этом он остается тихим вплоть до 1710 оборотов в минуту. При скорости 1830 акустический фон находится в комфортной зоне. Кулер Vingo CL3008B показал себя на очень приличном уровне. Он предлагает презентабельный внешний вид с мягкой LED-подсветкой синего цвета, хорошее исполнение и среднюю эффективность в сочетании с относительно низким уровнем шума. Если TDP вашего процессора ниже заявленных 160 Вт, то можете рассчитывать на приличный задел для разгонных экспериментов. А это справедливо практически для всех массовых чипов AMD и Intel. Немаловажной является поддержка большинства современных и устаревших процессорных разъёмов. Само крепление выполнено просто и надёжно, а высота охладителя менее 160 мм обеспечивает совместимость с наиболее ходовыми корпусами. Из особенностей выделим перекрытие первого DIMM слота для габаритных планок памяти на платформе AMD. С модулями стандартной высоты проблем не будет, как и в целом с платформой Intel. Интересней же всего, Vingo CL3008B будет владельцем корпусов с прозрачной боковой стенкой, где важна не только эффективность и шум, но и дизайн. А тебе понравился такой кулер, наш дорогой зритель? Пиши, если что, а также заходи почаще, в 2019-м определённо будет что посмотреть. Субтитры подогнал «Симон»!